Сегодня в программе Я хочу бороться за медаль, я буду бороться за медаль Чемпионат Казахстана по футболу приближается к небольшим летним каникулам По окончании 12-го тура команду идут на трехнедельный отдых А пока каждый клуб решает свои локальные проблемы Так в Алматы Каскеленский Сункар принимал прошлогоднего чемпиона карагандинский шахтер Подопечные Кумыкова перед этим матчем в родных стенах уверенно разобрались с главной сенсацией начала сезона уральским Акжаиком 3-1 Сункар же в гостевой встрече смог добиться ничейного результата со столичными футболистами Первый тайм можно было бы назвать предисловием этой игровой истории Обе команды практически безуспешно пытались создавать голевые моменты Новичок премьеры даже в домашнем поединке пока не готов играть первым номером А горняки, которые пока не показывают чемпионской игры, обостряли в основном за счет стандартов Так после очередного углового Финонченко пробил головой Но удар получился не сильным и не стал неберущимся для голкипера хозяев Сункар старался отвечать дальними ударами, но точность этих выстрелов оставляла желать лучшего В одном из моментов Булешев выводил на удар Турызбека, но нападающий мяча не достал А рефери оставил момент без внимания Шахтер атаковал более массированно, но самоотверженная игра обороны Соколов преуспевала при прочих равных 0-0 после первых 45 минут В перерыве матча колоритные карагандинские фанаты дали прогноз на победу своих любимцев с минимальным счетом И почти угадали При счете 1-0 уже, как говорится, у нас все карты в наших руках были И уже там дело техники, как говорится, было Ну, в принципе, мне команда понравилась Мы даже немножко, и не только мы, и руководители, но и футболисты, видно, не ждали Вот такой самоотверженной игры со стороны Сункара И долго, поэтому долго вот эти качели были И забей там Булешев гол, там могло все по-другому сложиться Начало второй половины осталось за гостями Трехходовку Тарасов-Хижниченко-Киров остановил голкипер Посеченко Такой ход событий не устраивал Каскеленскую команду Активный турэзбег пробил издали, но удар получился не опасным Еще через несколько минут соколы дисциплинированной стаей полетели в штрафную Мокина после подачи Булешева Но забить через себя по такой игре было бы настоящим чудом Кумыков, понимая, что ничья его команду совершенно не устраивает, выпустил на поле Кукеева Который должен был добавить свежести на падению шахтера На 74-й минуте открыт счет в матче мог Булешев Но после подачи Андреева он не смог обработать мяч и загубил очередной момент Практически тут же Сунгкар снова попытался сотворить сенсацию А Мерсиитов обыграл соперника и дал возможность Булешеву стать автором голевого паса От ноги Алибека мяч отскочил турэзбеку, который мощно пробил, но угодил в перекладину Ну, забить у нас проблема Поэтому нужны, конечно, нападающие, которые с чутьем, которые могут забить Вот сегодня наглядно видели же два момента Шахтер решил осадить взорвавшегося новичка Но сделать это было не так просто, что доказал Финонченко, получивший желтую карточку за срыв контратаки Казалось, что игра так и закончится без голевой ничьей Но на 85-й минуте прошел пас в штрафную хозяев Хижниченко в касание выложил круглого на набегавшего Финонченко И капитан Горняков не промахнулся 1-0 Для игроков Сункара гол стал настоящим нокаутом Практически тут же Сабиров в своей штрафной уложил на газон Кукеева И судья назначил пенальти Сам пострадавший уверенно реализовал 11-метровый удар 2-0 Обидное и не самое справедливое поражение каскеленской команды Обидно проигрывать, конечно, в конце игры Но мы проиграли чемпиону Это тоже надо учитывать Значит, честно говоря, жалко ребят Они сегодня старались Очень старались И, честно говоря, ничья была бы, нас устроила бы Сама отдача, ребят, все Но где-то мы не доработали до конца Это, во-первых Ну и самое главное, сработала истина футбольная Не забиваешь ты, забивают тебе В 12-м туре Сункар на своем поле будет принимать Кайсар А карагандинцы также в родных стенах экзаменуют алматинский Кайрат В этом году Азиатский кубок пятенаций по регби отмечает пятилетний юбилей В борьбе за почетный трофей принимают участие лучшие команды континента В том числе и наша национальная сборная Пока выступления команды Александра Стальмаховича успешным назвать нельзя Три поражения в трех встречах В первой игре против японцев шансов не было априори Так как команда «Страны восходящего солнца» явно на голову выше остальных азиатских дружин В следующих же поединках соперники нашим ребятам были по силам Но сначала казахстанцы уступили в Эмиратах А вот теперь и команде Южной Кореи Ну вы знаете в Арабских Эмиратах, когда у нас лето, там жара Было 44 градуса жары Играли в 3 часа дня И первый тайм был просто провальный Ничего не получилось абсолютно Как бы у мужчин, которые играют за национальную сборную, не бежали даже ноги просто Второй тайм подсобрались, но все равно не хватило игры, не хватило сил победить Арабских Эмиратов С первых минут домашней встречи казахстанцы пошли в атаку Но череда досадных ошибок позволила соперникам перехватить инициативу и вырваться вперед С первых же минут стали ошибаться, не выполнять в принципе поставленные задачи Значит сбиваться на игру, которая нам не свойственна И поэтому сразу же, да и плохо защищались, честно говоря, индивидуальная защита слабая была Поэтому такой счет, поэтому команда развалилась практически с первой минуты В прошлом розыгрыше нам было намного сложнее играть против вашей команды А сейчас мы точно знали, что нам нужно сделать, чтобы победить После первой половины казалось, что только чудо может спасти казахстанскую дружину от поражения при счете 5-44 А с первых минут второго периода стало ясно точно, что праздник сегодня совсем не на нашей улице В итоге 17-87 в пользу сборной Южной Кореи Нет исполнителей, которые были раньше Команда намного обновилась, а качество игры не улучшилось Поэтому и результат, вот такой полученный результат После этого поражения стало ясно, что к большому сожалению Казахстанская команда покидает высший азиатский дивизион И со следующего сезона будет выступать в чемпионате рангом ниже Те команды, которые там находятся, они все стремятся попасть в высший дивизион И вот выход в Филиппин, допустим, в высший дивизион вообще неожиданность Для, я не знаю, для нас, по крайней мере Потому что эта команда даже не была в первом дивизионе, да, раньше Теперь эта команда будет выходить вместо нас в высший дивизион Что говорить о том дивизионе, я ничего не могу сказать Потому что последний раз мы с этим дивизионом играли 6 лет назад То есть, ну, там мы выигрывали, да Изменилась наша команда в целом В целом могло измениться и состояние команд того дивизиона Но я думаю, что ниже нам падать-то нельзя уже Подводя итоги этого бесславного выступления Необходимо отметить, что кризис мужского регби У нас в стране начался не сегодня и не вчера И уже почти никто не помнит знаменитый Алматинский СКА Который был одним из сильнейших клубов в чемпионате СССР Сегодня необходимо вновь создавать собственный сильный И самое главное, регулярный чемпионат страны Только так мы сможем вернуть нашему мужскому регби Утраченные с годами победные традиции Мою команду сравнивают с командой Японии Но это не совсем так Например, в нашем чемпионате играет 8 команд А национальная сборная проводит примерно 10 матчей за сезон Чтобы играть в регби 15 С хорошими командами на хорошем уровне Мы должны как минимум играть у себя дома Свой внутренний чемпионат У нас мало очень игр, мало команд Поэтому это задача не сегодняшнего дня А завтрашнего, скорее всего Любви к интеллектуальным играм покорны все возрасты Федерация бильярдного спорта Казахстана После проведения турнира ветеранов Организовала очередное первенство На этот раз среди юниоров Дуэли на Киех прошли по трем дисциплинам Свободная пирамида, комбинированная пирамида и пул 9 В двух из них победу одержал 14-летний Талимжан Дактасынов За выход в 1-2 финал с Корнеем Аблайханом я проигрывал 2-1 и 7-2 и вытащил Вторым победителем турнира стал медед Туяков из Тимиртау Две единицы стали своеобразным символом соревнований В 11-м по счету чемпионате республики среди юниоров Приняли участие игроки из 11 городов Каждый из них связывает с бильярдом большие надежды Желания, конечно, большие У всех, кто играет в бильярд, спортивно занимается Все хотели бы чемпионат мира выиграть По мне, как бы, Казахстан выиграть, мне кажется Потом уже, может, игра по-другому будет Как известно, наши соотечественники Неоднократно завоевывали медали На крупнейших международных первенствах по бильярду На сегодняшний день наиболее титулованными игроками являются Каныбек Сагандыков, Алихан Каранеев, Ернар Чембаев и Ауэс Елюбаев Преподавший мастер-класс участникам турнира К спортивным достижениям чемпиона стремятся многие молодые бильярдисты В 2009 году Елюбаев завоевал серебро открытого чемпионата Азии И Кубок мира по комбинированной пирамиде А в 2010-м стал абсолютным чемпионом Казахстана Первые шаги у меня пришли тогда, когда я поехал в гости к своему дяде Он жил в Павлодаге в городе Там в подвале у него стоял бильярд Он показал мне, как бить свояка и чужого Ну, научил мне Мне понравилось, и после этого я начал постоянно увлекаться, ходить в свободное время Занимался, играл в бильярд Заниматься бильярдом профессионально Ауэс начал в 13 лет Его первые успехи попали в поле зрения президента федерации Ансары Каранеева Заслуженный тренер, воспитавший целую плеяду чемпионов Взял одаренного юношу под свое крыло С того момента количество побед Елюбаева ежегодно приумножается На тот момент, когда у меня было стать успешным гильярдистом А сейчас я хочу стать просто успешным в жизни Такие приоритеты Не останавливаться на достигнутом Это девиз всех подопечных Ансары Каранеева Они принимают участие во всех международных первенствах Где с достоинством представляют нашу страну Их успехом способствует работа федерации Направленная не только на обучение молодых бильярдистов Но и организацию крупных соревнований За последние 7 лет в Казахстане проведены Чемпионат мира по свободной пирамиде Первый кубок мира по комбинированной пирамиде И ряд соревнований республиканского масштаба Кроме того, начиная с 2002 года Федерация бильярдного спорта Республики Проводит ежегодный чемпионат Азии С участием всех звезд бильярдного спорта И возможно, что именно сегодняшние юниоры Вскоре пополнят их ряды Благодаря отечественным спортсменам Казахстан гордо значится в списке Государств участников грядущей Олимпиады Очередные лицензии в копилку команды Завоевали борцы классики Путевки в Лондон Палуаны получили по результатам чемпионата Азии Прошедшего в Астане Сборная страны завоевала сразу пять золотых медалей Серию побед открыл серебряный призер азиатских игр 2010 года Дархан Баяхметов Первенство в минувшем турнире Он считает самым большим своим достижением Потому что там первое место занял И наш гейм сыграл А на азиатские игры я, к сожалению, вторым стал Я не смог это сделать А на Олимпиаде мне чуть-чуть просто не повезло А на тот день я еще был помоложе И как бы меня тоже Ну, устраивало этот результат для того дня А сейчас, конечно, я жалею, что я тогда не стал хотя бы третьим На Олимпийских играх в Пекине Баяхметов не оправдал собственные ожидания И стал пятым По мнению некоторых экспертов Судьи были необъективны к нашему борцу Отдав решающий балл его сопернику В ходе поединка Беларусь использовал запрещенный прием Но рефери его проигнорировал У нас по греко-римской борьбе нельзя за ноги держать Вот, за третье место Беларусь у меня держал за ноги И у нас оценивается это баллом И я должен был, по идее, третьим стать Золото лицензионного азиатского турнира Досталось бы Ахметову не без усилий Напряженным выдалось полуфинальное сражение С представителем Узбекистана Владимиром Погудиным Выбрав сложную стратегию Во втором периоде Дархан потерпел поражение В дальнейшем, изменив тактику И переведя бой в партер Он сумел исправить свое положение И одолеть противника В финале борец встретился Со спортсменом из Кореи Тут победа не заставила себя долго ждать Обладатель чемпионского титула Определился по итогам двух периодов Было нелегко, конечно, потому что ответственность очень большая Потому что у нас проводилось И там очень хорошая возможность была Завоевать лицензию Я мог бы завоевать лицензию на мире Тоже по своей ошибке я там проиграл Вел схватку Я сделал, просто опять же Судьи не засчитали Потом брусили у нас кубик Называется на спор Вот, наш этот спор проиграли И иранцу отдали балл Несмотря на большое количество ярких поединков Самым запоминающимся для Баяхметова Стало его первое выступление В составе сборной Казахстана С тех пор прошло почти 10 лет Но та самая бронза детско-юношеской олимпиады По-прежнему очень дорога чемпиону Азии Именно с нее началась дорога к большим победам И профессиональная карьера Да, с сегодняшнего дня я его считаю лучшим соревнованием для меня Это тоже почти как олимпиада Ничего не так же все похоже Для меня это было очень большое соревнование Добиться высот на большой арене Юноше из восточного Казахстана Помогал старший брат Борец по призванию Он обучал приемам на ковре Сейчас Дархан Баяхметов Сам является наставником И учителем для молодых полуанов Благодаря своему природному добродушию И приобретенной выдержанности Он мог бы стать прекрасным тренером На этом поприще Спортсмен себя пока не видит У него экономическое образование И этот факт Дархан со счетов не скидывает Я навряд ли стану экономистом Потому что, не знаю, не вижу себя там А в бизнес, я думаю, можно пойти там Для себя открыть что-нибудь Сейчас основная цель Дархана Баяхметова Победить на Олимпиаде Он вместе с коллегами по команде Усиленно готовится к самым престижным выступлениям Тренировочные сборы стартуют в начале лета в Алматы Продолжатся в Белоруссии и завершатся в Астане У нас Алматы Кибиспайев хорошо выступает в последнее время Он дважды на Мирах Завел медаль И тяж Нурмахант на Лив А так, я думаю, все пацаны будут бороться за медаль Все такие достаточно сильные у нас борцы Отечественные борцы всегда были ударной силой Олимпийской команды страны И Дархан Баяхметов один из тех, кто готов приложить все свои силы Для будущих побед на Туманном Альбионе Я хочу бороться за медаль Я буду бороться за медаль Там будет видно за золото или за бронзу Но я хочу бороться за медаль Я буду делать все для этого Потому что для этого тренируемся Редактор субтитров А.Семкин